Добрый день! Хочу поделиться с вами простейшими способами поиска короткого замыкания в длинных скрытых линиях. В первой части фильма я расскажу о коротких замыканиях проводов, которые уже спеклись, то есть в точке замыкания сопротивление нулевое, а во второй части, когда еще существует микроэлектрическая дуга. Вообще существует множество профессиональных способов поиска и специальных приборов для этого, но можно при помощи подручных приспособлений очень легко обнаружить длинные линии, скрытые проводки, короткое замыкание. Для этого потребуются наушники обычные, моток проволоки монтажной и какой-нибудь усилитель, воспроизводящий музыку. Если мы выберем катушку с большим количеством витков, но очень тонким проводом, то все наводимое напряжение будет падать на внутреннем сопротивлении катушки и тока, который она будет выдавать, будет не хватать на то, чтобы раскачать динамики. То есть звука мы не услышим. Поэтому внутреннее сопротивление катушки должно быть соизмеримо с внутренним сопротивлением наушников или динамика. Усилитель, который я собираюсь подключить к внешней линии, обычно работает на нагрузку 4 Ом, это сопротивление колонок. Он должен быть... Можно использовать любой усилитель, но чем более он мощный, тем лучше. И при этом надо иметь в виду, что если сопротивление вот этой линии будет меньше 4 Ом, то может сработать защита или выходной каскад усилителя может просто сгореть. Поэтому если линия, в которой имеется короткое замыкание, очень короткая, то тогда надо добавить дополнительно достаточно длинный провод, чтобы общее сопротивление было не менее 3-4 Ом. Значит, у меня имеется вот усилитель Yamaha, достаточно мощный. Вот такой сейчас покажу. Вот усилитель. Значит, я его включаю. Он с тюнером. Вот там какая-то радиостанция. Вот. Для проверки вот подключил на выход динамичек. Вот он звучит. Вместо динамика мы подключим провод, который кинем к линии с короткозамкнутой петлей. Ну и дальше будем прослушивать эту линию, искать короткое замыкание. Я думаю, что вот этой катушки вполне хватит для того, чтобы услышать музыку в линии. Но музыка, звучащая в наушниках, будет не слышна для вас. Поэтому я попробую подключить еще одну бухту, включить их вместе, чтобы увеличить наведенный ЭДС. При этом надо иметь в виду, что если соединять две катушки, то соединять их необходимо таким образом, чтобы направление витков, направление намотки было одинаковым в обоих катушках. В противном случае напряжение, наладимое в одной катушке, будет инверсно другой катушке. Они будут гасить друг друга. Ну что, начинаем проверку. Вот я провод вывел. Ну вот, выход питания на подсветку столбов у меня выведен на привод ворот. Здесь я подключил к приводу ворот выход от усилителя и начинаем проверять. Так. Ну вот. Вот играет музыка. Здесь. Да, да, да. Есть. Интересно, что непонятно, как держать то ли так, то ли так. В общем, по-разному. Но вот так вот почти не слышно. Вот так. О, здесь проходит провод. Угу. Идем дальше. Ну вот, дать вам послушать я, к сожалению, попробую сейчас продемонстрировать. Вот. Но можете мне поверить, что музыка играет сейчас. Это значит, что здесь проходит сигнал и короткое замыкание находится где-то дальше. Ну а поскольку у меня 24 столба длиной 70 метров забор, поэтому в любой точке так без этого метода найти было бы очень сложно. так. Так. Так, 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 так. Угу. Угу. Отлично. 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 Да, вот еще очень важно, забыл сказать, значит, Значит, обязательно нужно, если рядом проходят какие-то провода с напряжением 220 вольт, обязательно сеть обесточить, иначе идет фон, который все глушит. Поэтому соседние провода 220 подаваться не должно. Так, 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 так. О! Тут есть? Ну-ка, дальше. Все, финиш, финиш. Вот здесь нет. Значит, вот в этом месте, в этом... Ага. Так. Ну, сейчас попробую вам дать послушать. Приложу микрофон. Сейчас ветер еще немножко. Наушник прикладываю. Вот не знаю, услышите чего-нибудь или нет. Вот, ну, можете мне поверить, вот здесь музыка играет, вот, а здесь уже нет, что означает, что здесь короткое замыкание, вот здесь. Придется вскрывать, снимать вот эту плиту и посмотрим, что там внутри. Ну, вот, я снял гранитную плиту с забора, под которой проходит провод. Вот он. И вот действительно здесь есть повреждения. Вот оно. Вот его видно. Вот здесь как раз шло замыкание, и, соответственно, вот тут перестала катушка ловить звук, который мы подключали через усилитель. Спасибо за внимание. С вами был радиоинженер Шегин. Подписывайтесь на мой канал, если у вас возникнет вопрос, как? А так. Заходите на сайт какатак.ру и скачивайте руководство по ремонту автомобилей в электронном виде. Всего наилучшего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»